привет всем наверное это тот день когда я наконец-то решилась снять видео сесть и снять у меня просто не было на это желание видео про переезд очень многие меня спрашивали канаде когда будет видео про переезд когда ты покажешь квартиру когда ты то когда ты все я старалась отвечать сразу там комментариях но видимо они все читают и стоит об этом сказать и так чего даже начать я не знаю просто наша история переездов очень большая у меня еще больше чему артема этот мой переезд уже 15 юбилейный так сказать тема переезжал чуть меньше код кстати переезжают уже в шестой раз и вопросы еще были как код переносит переезды 1 переезда переносил не очень он бегал орал по углам новой квартиры мы его успокаивали сейчас он спокойно к этому относится в эту квартиру мы его перевезли кстати всегда перевозим его в последнюю очередь сначала вещи все перевозим потом кота вы привезли он нормально все сразу чувствовал впервые не орал после переезда просто начал обнюхивать все углы квартира вам понравилось заценил балкон карачкот доволен мы в принципе тоже эту квартиру мы искали довольно давно наверное я несколько месяцев ее искала с тех пор как нам сказала предыдущий арендодатель что нам нужно будет съезжать эту квартиру искала прям очень долго у меня впервые у нас такое впервые что-то долго не могли найти квартиру обычно заходишь на авито на юлу и там не знаю пару недель ты уже нашел нормальный вариант который тебя устраивает в этот раз искали несколько месяцев было эмоционально тяжело от того что ты вот живешь предыдущей квартире ты знаешь что тебя из нее выгонят потому что ну вот так вот даже не знаю как сказать было тяжело жить в квартире осознавая что ты в ней уже жить не имеешь права потому что тебе сказали вот вот тебе срок ты к этому времени съезжай вот представляете продолжать жить в этой квартире стараться что-то делать у меня никакого желания уже не возникало ладно вообще не с того начала нужно было рассказать вообще почему мы так часто переезжаем и так часто переезжаем потому что нам тупо не везет с арендодателями просто не везет каждый раз когда мы находим новую квартиру мы сразу спрашиваем на какой срок вы сдаете квартиру мы всегда снимаем на долгий нам говорят но последние несколько раз так было ой нас на долгие обязательно долгий минимум год но так-то на два на три мы такие ну зашибись ну наконец-то можно пожить подольше и последние пару раз у нас случалось так что мы заезжаем живем год но не год 11 месяцев там договор на 11 месяцев заключается списываем теле созваниваемся с арендодателями спрашиваем вы подъедете чтобы продлить там дополнительное соглашение о продлении договора и нам говорят нет мы передумали мы продаем квартиру и так было уже два последних раза то есть вот мы с предыдущей квартиры съезжали нам говорили на три года заезжайте стабильно живете все нормально мы обустроились расслабились потом нам говорят нет мы продаем квартиру ладно в принципе они имеют право передумать как бы они нам никто не там ни родные не друзья передумали ладно как бы мы расстроились потому что это опять переезд опять собирать вещи опять разбирать опять искать квартиру мало ли какие арендодатели попадутся вроде нашли вообще адекватную молодую пару который сдает квартиру причем нам сказали что минимум на два года заезжаете потому что там по каким-то договора по каким-то документам с налоговой короче они не могли продать квартиру течение двух лет точно не могли продать там что-то короче в этом не разбираюсь но нам сказали что два года точно живете может быть даже больше мы вообще обрадовались квартира хорошая в центре соседи более-менее адекватная цена нас устраивала квартира тоже устраивала живем 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 11 месяцев живем я списываю с арендодателем говорю давайте продлевать договор она говорит а мы квартиру будем продавать потому что я решила но они решили завести ребенка а представляете верите человеку договаривайтесь прям не жить не быть там точно минимум два года нам обещали там чуть ли не крестились хорошо ладно я могу понять таких людей за год может многое что измениться захотят продавать квартиру не захотят могут кого-то там взрослых заселить у нас уж такое было чуть позже расскажу ладно думаю и спрашиваю когда нам съезжать причем это было знаете я спросила про продление договора за четыре дня до конца его то есть по идее они могли через четыре дня нас просто выселить за четыре дня квартиру найти невозможно просто невозможно ну только если риэлтору не заплатишь там тысяч семь или восемь мы кстати без риэлтора всегда снимаем квартиры потому что платить такие дикие деньги мы не хотим мы можем себе это позволить но мы не хотим мы ищем всегда без риэлторов сразу через вернее стараемся всегда найти без посредников сразу с арендодателем прямо работать я вот у нее спрашиваю когда нам съезжать она говорит ну вот мол сейчас такая ситуация а это как раз вот перед самоизоляцией было вот в начале марта у нас когда у нас кончался договор в начале марта и она говорит мол такая ситуация пока живите мол мы вас выгонять не будем мало ли что там с рынком жилищным будет не знаем продадим не продадим игру хорошо давайте продлим сделать дополнительное соглашение на два месяца то есть еще апрель-май мы могли там жить мы живем я ищу квартиру параллельно вообще ничего нет вообще ничего не было никаких хороших вариантов вообще не было подходит конец мая я спрашиваю нам выезжать на говорит ну мол вы еще можете пожить мы продавать начнем квартиру с августа это ну хорошо мы даже не стали подписывать некие дополнительные соглашения мы просто на словах договорились что живем до августа живем до августа и все это время считать уже четыре месяца почти я ищу квартиру и вариантов нет вообще у нас впервые такое было что все варианты которые доступны они или с риэлторами которым ты заплатишь очень-очень много или это просто информационное агентство а информационное агентство это такие люди которые будут гореть в аду я уверена потому что это такие люди которые создают фейковые не настоящее объявление воруют у кого-то фотографии квартир выкладывают им люди звонят и о них на деньги разводят мол вы приезжайте к нам больше заплатите нам деньги тогда может быть мы вам покажем квартиру причем не квартиру а вот так сказать просто покажут вам сайт где вы сами будете искать эту квартиру короче где-то процентов 90 объявлений на авито о съеме жилья это информационное агентство которое вас обманывают такие агентства начали появляться года три назад раньше такого не было раньше на авито были почти все собственники было очень просто найти квартиру к счастью тогда появилась юла года наверное два назад чуть больше мы сняли квартиру тоже нормально без риэлтора на юле но что квартиры тоже было очень интересно мы когда я нашли очень обрадовались квартира пустая как нам и надо у нас своя мебель нам не нужно вот это напичканная бабушкиной мебелью квартира которые вот в основном сейчас у нас городе сдают почти все сдают квартиры в ужасном состоянии с отвратительным ремонтом с ужасной мебелью за дикие деньги какие-то короче мы тогда нашли квартиру площадь такая большая была вид хорошая из окна короче нам нравилось мы там жили где-то наверное меньше года на меньше года было и однажды нам звонят в дверь я спрашиваю кто говорят работник банка эту квартиру забрали забрал банк за неуплату ипотеки то есть наш арендодатель не платил ипотеку мы почти год мы платили деньги и он нам не говорил что у него банк забирают эту квартиру мы узнали об этом от работника банка который пришел к нам домой и сказал что я пришел оценивать квартиру которую скоро выставят на торги представляете наш шок когда мы об этом узнали ладно это три случая вам рассказала два случая нас выселили за то что решили продавать квартиру один случай банк забрал квартиру до этого мы сняли квартиру ровно на месяц нет мы собирались на год но нам сдали на месяц мы заселились отмыли квартиру она была очень загажена прямо капец мы отмыли вывели тараканов там были тараканы ровно месяц проходит мы переводим деньги за следующий месяц нам звонит арендодатель говорит я развожусь с женой мне жить негде выселяйтесь дал нам по моему дня 4 или 5 чтобы мы нашли квартиру и выселились вот так вот я даже упущу эмоции которые у нас тогда были до этой квартиры двигаемся дальше мы жили довольно долго больше года наверно полтора на где-то полтора года жили наш арендодатель говорит ко мне приезжают родственники из другого города что им жить негде я решил что они жить будут тут выселяйтесь и каждый раз вот так вот каждый раз какая-то история вот вы у меня спрашиваете найти почему вам не сидится на месте нам сидится нам очень даже сидится просто нам не везет с арендодателями у нас уже просто в компании среди наших друзей уж и шутки такие ходят сколько можно переезжать почему вам такие люди то попадаются и каждый раз когда мы говорим друзьям нам опять переезжать они просто в шоке я думаю вы тоже в шоке узнав сколько раз мы уже переехали главное не было ни одного раза чтобы нас выселили потому что мы плохие арендаторы мы всегда отмываем квартиру делаем мелкий ремонт не жалуемся вообще в чистоте все содержим нас кот воспитанный он ничего не портит в квартирах кстати еще большой минус того что у нас есть код плане что в каждом наверное втором объявлении на авито и на ютле написано без животных то есть вот такая 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 квартира строго без животных опять без животных с детьми можно но с животными нельзя некоторых ситуациях животными обговариваются многие против собак например я могу понять собаки довольно особенно крупной породы они портят и мебель и все что угодно могут испортить да и коты в принципе тоже у нас просто нам повезло у нас воспитанный мы его воспитали у нас ничего такого не делает кстати мало заселись в эту квартиру и тут видимо жили люди с детьми так вот лучше уже заселять людей с воспитанными котами и кошками они с детьми потому что здесь что творилось и сразу видно что я жили с детьми обои изрисованные все двери обляпанные причем таким здоровенным слоем грязи видимо родители тоже не особо чисто плотные были как мы отмывали эту квартиру это отдельная история только вы пожалуйста не подумайте что я жалуюсь на свою судьбу на нашу судьбу что мы такие огоремыки скитаемся как цыгане нет вы просто просили рассказать я к этим ситуациям уже отношусь спокойно потому что видимо уже привычка я переезжаю с пяти лет то есть пять лет я впервые переехал потом переехала в жест в 16 и с 16 лет я переезжаю очень часто я уже привыкла мне 29 15 переезд так вот не думайте что жалуюсь вы просили рассказать я рассказываю конечно рассказ сумбурный я бы могла поделиться с вами какими-нибудь лайфхаками советами думаю что может быть и поделюсь в будущем но сейчас я просто расскажу почему мы переезжаем так часто я без меры благодарна нашим друзьям которые не отказались не открестились от нас и помогают нам каждый год переезжать иногда два раза в год напомните квартиру где мы один месяц снимали не просто в шоке были мы тогда переезжали с пятого этажа на пятый этаж ладно там был лифт а вот там не было лифта на той квартире где мы пожили месяц лифта не было сейчас мы живем на шестом этаже съезжали с четвертого тоже лифтов нет не кто флифт лифт наверное ребята уже конечно простите матерились но весело матерились мы всегда шутками прибаутками переезжаем короче я цен друзьям благодарна очень сильно каждый раз нам помогают хоть и жалуются хоть и подкалывают нас но все равно не бросают и помогают они у нас молодцы когда я выложила предыдущее видео с влогом где рассказал что мне было очень тяжело я не хотела показывать переезд мне было написано несколько обинных комментариев чтобы а что ты не показываешь квартиру я написала а я должна показывать я предыдущую не показывал я пред предыдущую не показывал что квартира это мое личное пространство если я захочу показать я покажу согласитесь мало кто из вас согласится показать свою квартиру то как вы живете потому что это слишком лично это ваше пространство поставьте себя на мое место даже если я блогер я не обязана показывать как я живу от и до я знаю что есть такие которые показывают потому что они хотят я не хочу я показываю только то что мне хочется вам показать то чем хочется поделиться еще были комментарии о том что я хотела посмотреть как ты переезжаешь а ты показала только пару кадров но опять таки я показала то что я хотела а зачем вам видеть вот это все наши потные лица которые с 6 вечера до 12 ночи перетаскивают вещи вам это было бы интересно знаете в момент перетаскивания вещей сбора вещей я не думаю о съемках потому что это очень тяжело но я упаковываю вещи одна все вещи упаковываю сама тема помогает только с разбором мебели с перетаскиванием вещей я вещи не таскаю практически то есть у нас такое такая договоренность что мол я собираю и разбираю вещи но не таскают ну что девочка таскают мальчики но в этот раз я помогала немножко потому что вещей было очень много и мы старались закончить пораньше так вот тут я чуть-чуть поною потому что мы живем с тем и вдвоем уже много лет в этом году уже восемь лет как мы вместе и живем практически столько же вместе вещей у нас действительно много я за последний год избавилась от большого количества вещей от огромного количества вещей но все равно все таки посуда различные бытовые предметы техники у нас немножко есть но она мелкая к счастью хорошо что у нас нет личного холодильника и стиралки иначе от нас просто уже ушли все друзья потому что это очень тяжело у нас много вещей в плане одежды обуви хотя от всего постараюсь избавляться но все равно когда живешь много лет ты обрастаешь вещами как хочешь и не хочешь но все равно ты обрастаешь вот я думаю что люди которые не переезжали ни разу в жизни не понимают как много у них вещей когда это все распихано по шкафам темным комнатам гардеробным в гараже там я не знаю пока это все распихано вы не понимаете насколько их много даже небольшой кухонной гарнитур как сейчас у меня если я все это достану и упакула снова в коробке коробок будет на целую кухню потому что когда это все повторюсь укомплектован от этого не видишь и думаешь ну вроде в принципе много вещей вроде не нормально когда вы все достанете начнете упаковывать пакеты мешки в коробке еще будет немерено очень это только у минималистов наверно у которых одна кровать стоит одна тумбочка две тарелки и две кастрюли надо конечно кому как комфортно жить у нас в принципе вещей немного в плане у нас всего двое у нас нет например детских вещей каких-нибудь зимние вещи артема например они у родителей у него то есть чуть чуть минус еще несколько вещей которые нам не пришлось перевозить а я даже не знаю что еще рассказать вообще подвиг что я собралась это снять просто очень много вопросов поступают каждый раз я уже две недели как переехала мы почти две недели просто поступают в принципе рассказала все что вы хотели наверное узнать наверное если какие-то вопросы еще есть напишите в комментариях и постараюсь ответить надеюсь что отвечу главное соблюдайте рамки приличия не знаю мне просто иногда такие вопросы задают я думаю мне бы в голову не пришло мало знакомому человеку задать такой вопрос поэтому прежде чем задать какой-либо вопрос вы подумайте стоит ли задавать так вот надеюсь что я все-таки исчерпывающе ответила на вопросы может быть когда-нибудь я сниму видео с лайфхаками у меня кстати уже есть такое на канале которое снимала год до полтора назад когда мы съезжали короче мы съезжали из какой-то из квартир я снимала знаете так совсем немного нарезками потому что да еще только только завела канал только только начала выкладывать если вы провистаете прям вниз 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 прям как самым первым видео может быть вы его найдете от чего места давайте я найду и ссылку вам оставлю там в принципе я и поделилась вы хаками как мы все делаем каждый имеют каждый год как мы переезжаем как я упаковываю свою орду книг как я упаковываю одежду как я упаковываю постельное белье как я упаковываю посуду что для этого надо по-моему я все это уже рассказывала короче найду ссылочку вложу если не удалил это видео ладно на этом все спасибо вам большое за внимание надеюсь на вашу адекватную позитивную реакцию на это видео буду благодарна за ваши лайки и комментарии до новых встреч 0 0 Продолжение следует...